Всем привет, хочу вам рассказать о проекте, который всё больше набирает популярность в сети. Это сверхмалоэффективный двигатель, разработка российского учёного Дмитрия Дуюнова. Сфера применения от бытовых приборов до крупной военной техники. Можно, например, поставить на автомобиль и забыть про бензин. В общем, рекомендую ознакомиться подробнее. И, кстати, если тебе есть 18 лет, ты можешь присоединиться к проекту и заработать на технологии вместе с разработчиками. Все ссылки на проект в описании под видео. Жмякай в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем привет, с вами Серёга Отвёртка. И сегодня мы сделаем вот такой вот кулон лезвия. Самым первым делом нам необходимо будет сделать опалубку. Я также сделал её опять из корба для проводов, как я и делал в прошлом видео про магнитик плутоний. В принципе, эта формочка хорошо себя зарекомендовала. И я сделал ещё одну. Так, также нам потребуется эпоксидная смола и вот такой вот красный краситель. Всё это я заказываю на лесопилке Юркова. Ссылочка будет в описании. И также нам потребуются лезвия. Их можно найти в маленьких магазинах, где продают всё для дома. Мне попались вот такие вот Made in the USSR. Ну, не знаю, с того ли самого они времени эти лезвия там у них лежат или нет. Но, тем не менее. Да, смотрите, походу это те самые советские лезвия-спутник. Ну, одной штуки нам будет достаточно. Так, и что я, собственно, хочу сделать? У меня есть вот такая вот силиконная формочка, в которой я тестирую всякие различные штуки. И вот я здесь попробовал сделать пробную заливку. Залил прозрачную эпоксидную смолу, обмакнул зубочистку в красный краситель, сделал вот такие вот небольшие полосы и, как видите, всё это застыло. То есть, получается вот такая вот интересная штука. В принципе, она полностью прозрачная, но если смотреть со стороны, то неплохо так отсвечивает красным. Блин, мне кажется, это будет очень круто выглядеть, особенно в сочетании с лезвием. То есть, получится такой интересный, опасный кулон. Так, сейчас мы попробуем, конечно, залить лезвие, сделать вот такой же вот рисунок примерный. Но в данный момент нам будет необходимо замешать эпоксидную смолу и залить первый слой. Заливаем первый слой смолы. А дальше с помощью красного колера для эпоксидной смолы делаем здесь соответствующий рисунок. То есть, абсолютно в рандомном порядке, как-то вот так вот. И пускай оно у нас всё застывает. Первый слой у нас полностью застыл. Получилось, в принципе, весьма неплохо, практически без пузырей, потому что я предварительно прогрел эпоксидную смолу. Да, в будущем, конечно, ещё надо будет поработать над вакуумной камерой, но пока что есть. Вот такой вот у нас первый слой. Теперь мы сюда приклеим лезвие. Приклеим это всё также на эпоксидную смолу, примерно вот здесь вот посерединке. И дальше, соответственно, зальём второй слой эпоксидной смолы. Лезвие у нас полностью приклеилось, и теперь уже можно залить второй слой. И так же опять сверху добавим немного красного колера. Всё оставляем на сутки, чтобы смола у нас полностью застыла. Дальше уже, соответственно, будем разбирать опалубку и шлифовать всё до нужного нам результата. Снимается это всё довольно просто. В итоге у нас получилась такая вот заготовка, и теперь нам, конечно же, её будет необходимо отшлифовать. Ну а шлифовать я буду с помощью своего самодельного станка, о котором есть видео на канале. Вот так вот теперь выглядит наша деталь после обработки на нашем самодельном станке. Её осталось только отполировать. Ну и сделать здесь отверстие, чтобы это можно было куда-нибудь повесить. В прошлый раз я полировал всё с помощью пасты 3M. В этот же раз попробуем отполировать с помощью пасты GOI. И посмотрим, какой же у нас будет в итоге результат. Вот такой вот кулон у нас получился после полировки пасты GOI. Да, в принципе, поверхность практически зеркальная, но мне кажется, можно сделать ещё намного лучше. Если вы знаете, чем можно очень качественно отполировать эпоксидную смолу, то напишите в комментариях. Да, первый слой у нас, конечно, заметно выделяется, потому что, видимо, до второго слоя не вся краска добралась. Но, тем не менее, это выглядит весьма интересно. Вставляем цепочку и получаем вот такой вот кулон лезвия. Ну, а если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серёга Отвёртка. Всем пока!